всем добрый день продолжаем рассматривать программу золо виз 8.0 а именно сети теплоснабжения конструкторский расчет и так мы ввели все необходимые данные для расчетов ну и приступаем к расчету да кстати слой который являлся у нас подложкой либо можно удалить исключить ну либо пока конец поставим чтобы не было видно и так вот мы ввели результаты исходные данные для расчета так ну и теперь открываем опять то же самое окошко где создавали мы эту сеть то есть у нас было на сервисе идем на конструкторский так теперь ну во первых вам нужно выбрать сталь остается сталью по каким вариантам расчетом считать то есть мы задали расходы то есть мы читаем по расходам и то же самое когда мы задавались исходными данными то есть мы задавали на участках скорости то есть если бы мы задавали отдельные линейные потери то соответственно точку поставили здесь так ну и берем по скоростям так теперь нам нужно выделить участок от ctp от источника до первой депрессионной камеры чтобы он вот так вот мигал и нажать участок подключения чтобы отобразился номер участка вот все сделалось так теперь располагаемый напор для этого вам нужно открыть пизометр так ну я не буду открывать здесь плохая нумерация ну зато здесь вот все написано давление в нейтральная точка составляет вот в этой точке сейчас постараюсь увеличить ну там ничего видно не будет то есть нужно взять давление вот в этой точке у источника ctp вот она то есть ну и судя по всему это нейтральная точка значение равно 321 целых десяток кило паскалей ну то есть метр 32 и 1 это напор 32 я не так дальше потери давления в сети то есть это вот разность давление в этой точке и давление в этой точке то есть но и здесь вот написано составляет 17246 то есть получается у нас 1725 дать 17 3 возьмем так как видите как только у нас появился участок подключения то есть у нас активизировалась кнопка есть тут настройки тоже как можно считать различными формулами и так далее в последующем пока достаточно вот этих вот данных для конструкторского расчета ну и нажимаем расчет так вот у нас посчитала то есть если у вас все правильно задано в исходных данных то высветится значение ну и если есть какие-то ошибки она показывает красным цветом нажимаете на ошибки она открывает где не хватает их данных для расчета но надеюсь если вы мне повторяли все за мной то есть у вас не должны таких быть проблем итак вот мы почитали то есть мы получили результаты расчета так теперь мы закрываем и теперь мы построим некоторые пизометры то есть вот мы берем слева флажок благодаря которому устроится путь то есть где нам нужно построить пизометр по какой линии то есть от какой точки но в данном случае мы пойдем так чем больше флажков тем легче будет найден путь можно было поставить и на крайних так вот мы поставили мы хотим найти пизометр то есть вот по этой линии до вот этого дома то есть найти путь вот он найден дальше либо при помощи задач пизометрические графики по снабжению либо то же самое находится здесь нажимаем и вот вам построил пизометр показал потери расходы просуммировал скорости движения почитал и так далее так ну можно и другой путь выйти то есть все идти путь идти путь и здесь он строить соответствующий пизометр строит линию вскипания строит статического напора ну и потери впадающей обратной магистрали все это делать так вот такой принцип расчета в программе золо гис 8 ну либо 7 необходимо выполнить для того чтобы рассчитать сети теплоснабжения всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов сдачи зачетов по данной лабораторной работе ну и до следующих учебных видео до свидания до встречи до встречи до встречи